Всем привет вот и новый ролик довольно долго не выходили как неделю не буду затягивать мы начинаем обсудим одного убийцу нечеловеческого происхождения. Демон Скай это странная и неординарная личность со своими понтами и фокусами. К крипипасте он не относится, но в этом финдоме все равно приобрел большую популярность. Один Скай уже более 600 лет, а на вид 19-20. С одной стороны сон добрый и всегда придет на помощь, но с другой стороны Скай безжалостен. Может пять минут назад он сидел вдали от толпы со злым видом, а вот сейчас он сидит и обнимает вас посадив себе на колени. В общем, привычка кого-то доставать обнимашками досталась Скай от матери, а вот способность всех допрашивать до тряски в костях досталась от отца. Из Скай может выйти психолог, потому что он умеет выслушать и помочь. Такая способность нравится его друзьям, но они разбегаются от него, как только замечают игривый огонек в взгляде. Конечно, кто же захочет побыть жертвой довольно пошлой игры? Если у Скай нет вообще никакого настроения, он молчит, стоит в стороне погруженной в свои мысли. Парень не переносит ярких и броских цветов, так как это раздражает единственный зрячий глаз. Но Скай очень любит красный и желтый цвета. С первых же строк истории ясно, что Скай не человек. В принципе, если приглядеться к его имени, то можно это понять и не читая историю. Скай Демон. Это имя уже о многом говорит. Ему больше 600 лет, а значит, он бессмертен. И у него характер как у шизофреника, то злой, то добрый. История у него такая. Он жил в другом мире, но его оттуда прогнали. Был 16 век, когда он пришел в наш мир. Поначалу за ним охотилась церковь, но он все время ускользал из ее рук. Скай сам по себе тогда не представлял угрозы, поскольку людям он не вредил, но все время задирал своих друзей и знакомых. И вот так, спасаясь от церкви, жил Скай все средневековья. Через некоторое время друзья из другого мира позвали Скай обратно, но демон сказал, что конечно будет приходить к ним, но жить будет тут, в этом мире. Некоторые из его лучших друзей пошли за ним. Кончено же, за демоном охотится церковь, но почему? Ведь на тот момент он не представлял никакой угрозы для людей. А Скаю понравилась такая жизнь, и он остался в мире людей. Мало кто знает, что узкая есть сестра, демоническая Аврора. У нее тоже есть история, в которой они враждуют. 2. Внешний вид. Прическа у него как у челкаря или има, хотя у обеих субкультур прически похожи. Волосы белые. Не желтые, а именно белые. А на голове черно-белые рога. Что случилось с правым глазом, неизвестно, но он незрячий и закрыт черной повязкой с белым крестом. Скай – это некая материя, которая может иметь так физическое тело, так и духовное, то есть имеет два облика. Обычный человеческий и демонический. Скай по своей воле может извлекать со своей спины четыре огромные щупальца. Одет вовсе черные. Облегающий черный фрак со множеством ремней, черные штаны и высокие черные сапоги. Еще рядом с ним изображают черного ворона. А на одной картинке он держит человеческое сердце в руках и зловеще улыбается. 3. По характеру демон Скай абсолютно разный. Он то злой, то добрый. Он отличный друг, но опасен, и друзья всегда его избегают. Он молчаливый и погруженный в свои мысли. Может выслушать, словно психолог, но он ведь сам в каком-то смысле псих. Он – демон-убийца. Способ убийства. Скай воплощает во сне твой самый ужасный страх. Когда ты его переживаешь, он приходит к тебе и разрезает на две части. Засовывает руку тебе в живот, достает сердце, съедает его, и ты просыпаешься. Да ладно? Но по сути ты должен умереть моментально, еще когда он тебя разрезает, но ты выживаешь и после сна. Ты лежишь разрезанный без сердца и мучительно умираешь. Этого демона практически нереально ранить, а убить вообще невозможно. Дело все состоит в том, что Скай имеет способность регенерироваться из-за того, что не состоит из твердых частиц, то есть попросту он некая черная вязкая жидкость по запаху, вкусу и свойствам сойдет за ртуть. Также по своему желанию Скай может именно рождать средних размеров демонических воронов изо рта. Также может накладывать на людей и не только печати, которые будут сдерживать силы в умеренном состоянии и при этом с помощью этой печати, демон может из жертвы печати вытаскивать всяких паразитов. 4. Самые популярные пиринги. Лишняя тема в крипипасте. 1. Скай демон и джефф убийца. Не пора. Про джеффа уже мозоль на языке, он психопат одиночка и точка. Скай это не человек. Он бессмертный монстр. Он подобие сатаны. Да, его изображают как милого челкаря, но крипипасту надо судить не по картинкам, а по пастам, то есть, по историям. 2. Скай демон и слендермен. Оба существа – демоны. Демон – это противоположность ангелу, то есть это что-то дьявольское. У таких существ нет сердца, и как бы няшно Скай не рисовали, он – демон. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok